Доброе утро, уважаемые трейдеры! Меня зовут Роман и сегодня традиционно обсудим последние новости рынка. Публикация решения Европейского Центрального Банка сегодня в 15.30 по московскому времени по денежно-кредитной политике станет одним из главных событий недели. И до следующего заседания 7 недель, и сейчас Центральный Европейский Банк ему предстоит сделать выбор, воспользоваться возможностью и подробно разъяснить их сигналы рынкам, или же оставить оценки неизменными и подождать более четких свидетельств того, что европейские страны обуздали третью волну пандемии. В целом, можно сказать, что на сегодняшний день быки и медведи занимаются перетягиванием каната. И усиление ястребиного настроя Центрального Банка по итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике может качнуть чашу весов в пользу единой европейской валюты. С другой точки зрения, трейдеры евро, как правило, ориентируются на долгосрочную перспективу. И хотя по темпам вакцинации регион значительно уступает США и Великобритании, но с каждым днем прививается все больше и больше новых людей. Европейский Союз возобновил применение вакцины от Johnson & Johnson, что должно ускорить процесс. Европа отстает от США на 4-6 недель, а это означает, что восстановление станет лишь вопросом времени. Центральный Европейский Банк это знает, и главный вопрос заключается в том, признает ли он этот факт на предстоящем заседании или нет. Если европейский регулятор проявит такой же оптимизм, как и Банк Канады, евро-доллар может достичь отметки 1.21. Что касается пары доллар-канадцу, то вчера Банк Канады оставил процентную ставку без изменений, но все же доллар по отношению к канадцу достаточно серьезно упал. И причины, как вы могли догадаться, достаточно просты. Центральный банк страны заявил, что планирует снизить объем покупок активов на четверть. И указал, что может повысить процентные ставки уже в следующем году. При этом Банк Канады ожидает, что экономика полностью восстановится быстрее, чем прогнозировалось. Также стоит отметить, что Банк Канады это первый банк из крупных, кто заявил о планах на ужесточение монетарной политики. И скажем так, это первый звоночек для других регуляторов. Реакция канадца на решение Банка Канады может быть предвестником того, что нас ждет сегодня. С точки зрения макростатистики, ситуацию в еврозоне нельзя назвать ужасной. Фактически свежие релизы превзошли ожидания аналитиков. В этом квартале экономика многих стран региона наверняка замедлится. Однако недавние ралли единой валюты намекают на то, что инвесторов не беспокоят долгосрочные последствия. Мы предполагаем, что это не последний виток снижения по паре USD канадец. Поэтому удерживаем короткие позиции до отметки 1.23. Что касается золота, то золото стремится к отметке в 1800 долларов. Восстановление экономической активности и низкая цена актива позволяют долгосрочным инвесторам нарастить свои позиции в золоте. Стабилизация процентных ставок на фоне роста ничем не обеспечены денежной массы. И восстановление инфляции приведут к росту спроса на инвестиционные продукты из золота в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Во многом благодаря снижению мировой цены золота в первые месяцы 2021 года на многих региональных рынках наблюдается восстановление спроса на физическое золото. И в январе в Индии зафиксирован заметный рост розничного спроса. А в феврале дальнейшему укреплению спроса способствовало снижение таможенных пошлин на импорт золота. Ну и в Китае, который является вторым крупнейшим потребителем золота в мире, также наблюдается повышенный спрос на драгоценный металл. Что касается нефти, то нефтяные цены сегодня снижаются на данных о неожиданном росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID в Азии. Статистика от Управления энергетической информацией США вчера оказалась хуже ожиданий. Запасы нефти и дистиллятов выросли, хотя ожидалось снижение. Что на наш взгляд более важно для динамики изменения цен на сырье, так это то, что инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID в ряде азиатских стран, которое ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса. Внимание трейдеров по черному золоту будет приковано к встрече ОПЕК Плюс на следующей неделе, на которой параметры сделки по ограничению добычи нефти могут быть скорректированы или оставлены в действующем виде. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. Следите за изменениями вместе с нами и я желаю вам хорошего дня.